МАЛЕНЬКИЕ МЕЧТАТЕЛИ Всем большой привет, друзья! Вы на канале Маленькие Мечтатели. И я хочу скорее поделиться с вами радостной новостью. Ведь в сети Instagram появились фото четверки официальных кукол Low OMG 2 серии. Фанаты уже с грустью смотрят на свои кошелечки и мониторят Амазон на предмет появления этих малышек. А еще совсем недавно, за пару дней до появления фото куколок, появились коробочки с мебелью для младших сестричек. Кукол Low OMG 2 серии. Вы сейчас, наверное, мысленно меня исправляете и негодуете. Почему же вторая серия, когда третья? Ведь есть же четверка кукол у Интердиска. Но я вам хочу сказать, что я не ошиблась. И для этого я приведу им чуть позже свои аргументы. Также мы поговорим еще о других новиночках мира Low и взглянем на мальчиков Low 2 волны вживую. А также обсудим, какие еще новиночки планирует выпустить компания MJ в ближайшем будущем. Потому что у меня есть слитый список, о котором я говорила в своем прошлом обзоре. И если вы его еще не видели, я для вас оставлю ссылочку наверху. И, конечно же, мои дорогие Лоломаны. Не забывайте подписываться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и не пропустить мои новые обзорные видео. Ну и, конечно же, не жадничайте поставить мне лайк под этим видео, ведь я для вас старалась. Начнем, пожалуй, с новых фоточек четверки ОМГ. Почти ни для кого не было секретом, какие куколки ожидаются к выпуску. Те, у кого есть Инстаграм или ВКонтакте, уже давно видели фото куколок в ленте или в соответствующих группах. Ну а для тех, кто еще не в курсе, я расскажу, какие куколки отзавелись старшими сестричками. Это кукла Лол Индепендент Квин и ее старшая сестра Мисс Индепендент. Кэнду Бэйби и ее сестра Биззи Биби. Грандж Герл и ее сестра Альт Герл. И, конечно же, Бон Бон и ее сестра Кэнди Лишес. Фото, которое в Слэве в сети самые первые. Пока что, глядя на фото, я для себя решила, что моя фаворитка это Альт Бэйби. Ну и Бон Бон. Хотя я до сих пор не могу понять, зачем дизайнеры сделали для этой милахи такую несуразную челку. Также, если вы смотрели мой прошлый обзор, мы рассуждали с вами по поводу других двух куколок и кем они будут приходить с малышком. Теперь-то мы точно знаем, что желтоволосая красотка на этих фото сестра Грандж Герл. Но до этого многие считали, что она сестра Драг Рейсер, кукла, которая также получит старшую сестру. Но чуть позже. Все из-за сход со света волос. Но если приглядеться, то они отличают цветом кожи и глаз. Также, если мы с вами говорим про цвет кожи и прическу, вспомните Леди Диву из первой серии ОМГ. У ее оригинальной сестренки прическа гофрированная каре и платиновые волосы. В то время как у ОМГ Дивы волосы самые длинные в этой линейке и они салатового оттенка. Так что не стоит обращать внимание только на цвет волос. Потому что компания МГ не раз нам доказывала, что несмотря на схожую внешность, куколки могут оказаться совсем не теми, за кого вы их принимаете. И тому подтверждение прическа малышки Грандж Герл. Ее волосы розового цвета. В то время как у ее старшей сестры Альт Герл волосы желтые. Ну а теперь давайте-ка разберем, почему же многие путаются и считают эту серию ОМГ третьей по счету, а не второй. Самая первая вышла линейка с четырьмя куклами ОМГ. Все их прекрасно знают и на коробке каждой из них есть надпись первая серия. Чуть позже вышли куклы ОМГ Винтер Диско. С другим оформлением коробки и отличительной чертой. В комплекте со старшей сестрой шла младшая. И на самой коробке, если приглядеться, надписи второй серии нет. Вы сейчас скажете, ну и что, они же вышли друг за другом. Да, но не совсем так. Куклы вышли в отдельной линейке, которую компания МГ назвали Винтер Диско или Зимняя Дискотека. Официально это шестая серия кукол Лол после Хейер Гоуз. А так как к тому времени куклы ОМГ уже обрели популярность среди своих фанатов, то скорее всего компания МГ, вслед уже заставшими классикой линейки шариками кукол Лол, питомцев и малышек, решили выпустить еще и кукол ОМГ, а также коллекционки и отдельные наборы. К тому же, младшие сестренки кукол ОМГ первой серии идут отдельно от старших. В комплекте с фурнитурой и на коробочке также отмечена первая серия. И еще пару дней назад презентовали наборы с мебелью второй серии, в которые входят младшие сестренки как раз таки куколок второй серии ОМГ. Жаль, конечно, что у нас нет коробки второй серии кукол ОМГ для сравнения, чтобы окончательно подтвердить мои слова, но что-то мне подсказывает, что они будут не сильно отличаться от самой первой линейки. Кстати, они уже доступны к предзаказу на одном из сайтов магазинов США, но ценник на них уже повыше, почти 32 евро. Первая линейка стоила на Амазон 26 долларов, но это предзаказ. К тому же компания ОМГ заявляли, что цена на них не изменится. Ну, и для того, чтобы окончательно вас убедить в моей теории, приведу еще один пример. Помните тот список, который я показывала в начале? В нем можно заметить название кукол ОМГ Core Doll Series 2, и в скобках расшифровка с именами младших сестренок. Ну а если посмотреть чуть-чуть пониже, то мы увидим имена других малышек Лол, которые все ждут в третьей серии ОМГ. Но тут нет названия третьей серии, тут лишь написано Spring Fling Neon Series. Spring переводится как весенний, то есть нас ждет весенняя серия ОМГ. Поэтому я считаю, что Эмджей не зря назвали линейку кукол ОМГ зимняя диско. Могу поспорить, что эта четверка также выйдет в комплекте с младшими сестренками, и по своей стилистике будет напоминать кукол Лоу Винтер диско. Но, возможно, будет в каких-нибудь ярких неоновых тонах. Почему я беру списку? Потому что в первых строчках также значится новинка этой недели, а именно ОМГ Ultimate Mercover Styling Head. Это не что иное, как большая голова кукол ОМГ для создания причесок и макияжа. В списке значится Royal Bee и еще пара безымянных кукол. Но я уже видела обзорчик на Neonlicious. Что-то мне подсказывает, что скоро появится либо голова сфырк, либо дивы. Также почти в самом низу красуется название Тинни Той. Это не что иное, как игрушки для кукол Лоу. В сети есть всего одно фото и больше никакой информации. Еще в инстаграме я нашла фото набора, состоящего из двух редких глиттерных кукол из первой волны Hair Goals. Они тут в паре и называются шары Glitter Supreme. Не совсем понятно, зачем их выпускают в отдельной линейке. Я много раз читала, что дети сильно расстраивались, когда им попадали серии безволосых кукол из серии Hair Goals. Вот только если бы первую серию Hair Goals перезапустили, убрав из капсул этих куколок в отдельные шарики, чтобы в первой волне попадались только куклы с волосами, тогда в этом был смысл. Но опять же, зачем? У меня начинает складываться впечатление, что компания AMGA начинает вкладывать меньше сил в разработку новых колец за малышек Лоу и все больше отдают приоритет линейке кукол ОМГ. Вы, конечно, можете закидать меня тапками, но я опять же выскажусь по поводу Лол Hair Vibes. Потому что эту серию я считаю не совсем удачной, хоть они и выглядят мило на промо-фото, но это обработанные с помощью фотошопа снимки. А вот так они выглядят вблизи. Волосы куклы, мягко говоря, похожи на мочалку. И взгляните на Лол Hair Goals, самую удачную серию пупсов Лол. Видите разницу? Хотя это лишь мое мнение. Ну и как я вам обещала, взглянем на мальчишек Лол вживую. Я немного изменила свое мнение, когда увидела фото мальчишек у распаковщиков. Теперь я хочу как минимум трех. Это неон, серфер и свегги. Кстати, мальчишки новой волны порадовали нас новыми цветами шариков. Теперь они прячутся в шариках желтого, голубого и оранжевых цветов. А также редких мальчишек теперь можно найти не в золотых, а в серебряных шариках. Ну что, друзья, на сегодня это все новости. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну а если это видео вам понравилось, поставьте лайк. Ну и все, всем пока. Ставь лайк и подпишись на наш канал.